Сейчас я звук обработанный выключу. Вот так сейчас звучит без обработки данной программы мой голос. Всем привет дорогие друзья! Вы смотрите видео урок на канале всякие полезности, в котором я хотел бы вам рассказать, как можно улучшить качество записи микрофона. Итак, для начала нам необходимо будет скачать архив, ссылку на который вы сможете увидеть в описании под видео. Я его уже предварительно скачал, поместил для удобства на рабочий стол. Сейчас разархивирую его. Запускаем нашу папочку. Открываем папку Virtual Audio Cable. Нажимаем на Setup64 и устанавливаем данную программу. Сейчас она у меня пишет, что установлено, поэтому я еще раз не буду устанавливать. А вы в своем случае нажмете далее, next, next, next и так завершите установку. Далее нам необходимо будет запустить папку Biosound.sob. Открыть установочный файл Sound.sob.pro 2. И так же установить вторую программу. Я тоже ее уже установил, уже не буду повторно это делать. Вы нажмете тоже next, next и продолжите установку. Теперь нам необходимо будет сделать следующее. Открываем папку мой компьютер. Далее заходим в диск C. Program Files x86. Находим папку Bios. Далее VST Plugins. И копируем данный файл. Вот мы скопировали. И теперь нам необходимо его поместить в папку SaviHost. Нажимаем вставить. Вот мы ее, этот файл поместили. Теперь мы копируем название этого файла. И переименовываем наш SaviHost. Вот мы переименовали. И теперь мы запускаем данное приложение. Вот у меня оно уже запущено. Сейчас я звук обработанный выключу. Вот так сейчас звучит без обработки данной программы мой голос. Чтобы он звучал более качественно, нам необходимо будет сделать следующее. Нажимаем на Device, Wave. Выбираем здесь на Input Port ваш микрофон. Я выбираю микрофон RealTek Hide Definity. Здесь Output Port мы выбираем Virtual Audio Cable Line 1. Ну, а здесь все оставляем как есть. Далее нажимаем ОК. Далее нам необходимо будет в зеленой кладке нажать на X. И дальше нам необходимо будет сделать полную тишину в комнате, чтобы программа записала все шумы, которые присущие, и попадают в микрофон с нашей комнаты. и нажимаем Adaptive и Learn. И молчим. Итак, программа сейчас убрала все шумы, которые у нас в комнате находятся. И чтобы параметры этих удаленных шумов сохранились, мы нажимаем на Save. Называем любым именем. Я просто назову единичкой. Нажимаю Сохранить. И все. И звук у нас улучшился. И теперь при каждом запуске данной программы мы просто нажмем на Loat и загрузим эти же параметры. Ну вот. В принципе, все. Спасибо, что посмотрели данное видео. Надеюсь, оно было для вас полезным. Также буду благодарен, если вы лайкнете данное видео. Подпишитесь на мой канал. До скорых встреч. Продолжение следует...